И хотя по календарю до 1 сентября еще остается несколько беззаботных дней каникул, Настя уже пришла в школу. Помогает маме убирать кабинет после большого ремонта. Учница рассказывает, за пару месяцев школу преобразили до неузнаваемости. Мне понравились вот стены, они очень спокойные. В этой гимназии номер 12 краевого центра работа кибит в режиме нон-стоп. Рабочие посменно, но практически круглосуточно. Трудятся над последними штрихами в учебном заведении. За полвека ремонта в этой школе не было ни разу. Зато сейчас к этому вопросу подошли капитально. Эта проблема была связана, конечно, с лестничными площадками, которые были, скажем так, в полуаварийном состоянии. Пол 2-3 этажа, который был деревянным до ремонта. Порванный линолеум, который мы периодически за счет средств управления образованием и родительских средств мы ремонтировали. Это был латочный пол. Конечно, это приводило к небольшим травмам, но все равно было очень неприятно и жалко детей. А еще температура в классах была ниже положенной. Зимой в помещении приходилось сидеть в куртках. Да и пожарная инспекция нервничала и выписывала предписания. Сейчас в этой школе установили современную противопожарную сигнализацию. Старинные колонны, которые поддерживают второй этаж, реконструировали. Со дня на день в классы завезут мебель. У некоторых помещений появились и новые функции. Вот эту комнату называют комнатой именинника. Здесь будут проходить праздничные мероприятия. Это уже школа номер 19. Отремонтировали ее не так капитально, как предыдущую. Здесь самое больное место – это кровля. Ее привели в порядок. А также санузлы, которым давным-давно не помешал бы ремонт. Чиновники краевого центра уверяют – в день знаний никакого строительного мусора на территориях школ не будет. На сегодняшний день заканчиваются работы. Приемка образовательных учреждений началась вчера. Уже 15 учреждений принято. Приняты некоторые полностью, некоторые с замечаниями, которые мы, естественно, будем устранять до 30-го числа. 30-го числа заканчивается работа комиссии по приемке образовательных учреждений. Пока же у строителей еще остается время закончить ремонт в положенный срок. Анастасия Самойлова, Юрий Корниенко, Информбюро.